Приветствую вас, дамы и господа! Доброе утро! Давайте рассмотрим XRP где-то на два года. Посмотрим, каковы его задачи, то есть его тщательно рассмотрим. XRP. Давайте три карты, какие у него будут задачи на уровне причин и следствий. На картах Тару Золотого Тельца, Версклярова. XRP, Ripple. Ну вообще XRP давайте. Ripple это компания. XRP. Так. Раз. Два. Три. Вы знаете, очень хорошие здесь вышли у него результаты. Это тройка пентаклей, потом гармония. Гармония. Это такой аркан. Он у нас получается шестое. Гармония. Тривия. Безусловно, по поводу XRP здесь очень большие выгоды существуют за два года. То есть сам этот аркан, гармония Тривия, дает нам очень хороший результат. И здесь девятка пентаклей. То есть максимально на уровне причины и следствия задач. Результат прекрасный. С получением большой прибыли, гармония, Тривия. То есть невероятные барыши. И плюс тройка пентаклей. Это работа в каком-то тайном заведении. Это единство. Здесь вообще садик Адонис. Это единство. И девятка – это промыслная. Девятка – хорошая карта. Так, вот такие вот у нас по реплу. Ну что, давайте смотреть его маску. Сигнификатор. Давайте посмотрим, будет ли работать эта колода. Маска. Сигнификатор. Колода. Ты будешь работать? Ответишь нам по поводу XRP. Угу. Интересно. Она может отказаться. Сейчас посмотрим, что это. Королева Жезлов. Волшебница. Да. Нет, соглашается. Волшебница из цветка лотоса. Такая вся. Костяных этих украшений. Ну, она весь такая. Так. Риппл. Маска. Не риппл. Пардон. XRP. Сигнификатор. Хорошая. Сарасвати. Императрица сама. Сарасвати. Императрица. Хорошая карта. Ну, XRP выпала. Как интересно. А что думает XRP о своих инвесторах? То есть это ваджра Жезлы, да? Рыцарь Жезлов. Не так плохо, что они дают огонь ему. Но здесь вода. Вода на слоне. Он идет. Рыцарь. Хорошая карта. Так. Как преподносит XRP непосредственно к инвесторам? Как себя преподносит? Карта Бланка. Карта Бланка. Это вообще самая удачливая карта. Так. Пока что идет позитив. Так. Истинное намерение. XRP к инвесторам. Истинное намерение. Здесь умеренность. Это умеренность. Это ваджра Сатва. Прекрасная карта. Это ангел вообще в других. И здесь невероятно хорошая карта. Истинное намерение. Положительные моменты от XRP. Здесь немножко. Так. Десятка мечей. О. Десятка мечей. Нету положительных моментов пока что. От XRP. Негативные моменты. Так. Положительные. То, что все положили уже. Так. Негативные моменты от XRP. А вот она сама. Королева. Жезлов. Волшебница. Такая. Красавица. Хорошая карта. Негативные моменты. Угу. Это значит обман. Может обмануться. Либо же это такая в образе силы женской. Руководительница. Либо какое-то начальство. Либо еще что-то такое. Способность на подлость. По отношению к инвесторам. Так. Способен? Так. Король динариев. Вообще карта положительная не способен. Вот получается. Король динариев. Угу. Реальные опасности, которые нам идут от XRP. Реальные опасности здесь мечей. Четверка мечей. А. Ну это вдохновение. Так. Подождите. Восьмерка мечей. Нет. Восьмерка мечей. Так. Восьмерка мечей. Ну и существует реальная опасность. По восьмерке мечей. Как вести себя с инструментом? Как вести себя с инструментом? Здесь получается пятерка джезлов. Борьба. 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 Да, видите? Это жадность и ограничения все-таки для инвесторов. То есть само оно все хорошо раскрывалось. Но все-таки это вот надо три карты. Что обозначает, допустим, вот эта карта. Да? У нас. Угу. Восьмерка этих мечей. Что она несет за собой? Да здесь тайна какую-то восьмерка мечей. То есть он же шифрованный такой. И что нам несет непосредственно четверка пентаклей? Повешенный. Будет состояние жертвы, но не так плохо. То есть все-таки есть какая-то опасность на уровне того, что реальной опасности и по итогу он будет все-таки как жертва повешен. Но он достигает, в общем-то, просветления в какой-то момент. Довольно висит. В подвешенном состоянии будет экстракт. А так вообще все замечательно. То есть на уровне. Так, давайте тогда, поль колоду поварить, разговаривать там, экстракт. Давайте рассмотрим такие вопросы. Так, император, нет, манженщина. Это все, конечно, с ними все эти происходят дела на уровне императора, каких-то там разработчиков, а крупных китов, держателей экстракт. Давайте посмотрим общеклиническую картину к XRP. На, вот это два. Раз. Так, общеклиническая картина. Это будет какая-то справедливость. Правосудие-справедливость, да? Угу. Ясно. Так, смотрим. Не правосудие, а будет справедливость по отношению к XRP. XRP. Хороший картоп. Так, выбор 1, любви. Жесла, жесла, жесла. На дне колодья. Король, этот, тус мечи. И шестерка жесла. Ну, не так плохо. Так, раз, два. Дьявол здесь выпал. Ну, это не страшно, дьявол. Нет, не колодья. Здесь у нас ступа. Ступа, десятка жеслов, очень тяжелый труд и восхождение к ступе. И двойка мечей. Ну, то есть в каком-то вон по двойке мечей он, собственно говоря, перед каким-то тупиком стоит. По своей тяжести. А здесь на днище по тузу мечей у нас будет шестерка жеслов. Не так плохо. Так, что у нас первый срез? Так, по возлюбленной это как-то выбор, выбор будет. И к девятке мечей. Это каким-то страхом будет все это стремиться. Далее что идет у нас? По семерке жеслов. Ну, это ваджер здесь. Даже ваджеры, а не не жеслы. Будет находиться в состоянии... То есть это рыцарь отдохновения. Ну, здесь... Видите, какая картина. Ну, эта картина называется «Небесные похороны». Вообще так. Небесные похороны. Это когда... Такая существовала традиция в Тибете. Когда умирает человек, то есть там либо кремация, либо это что-то еще. А, да, кремация, кремация. Там кремацию очень накладно производить, потому что там дерево... Ну, мало очень дерева, и как кремировать, это же надо там много дерева, чтобы его закремировать по-правильному. Ну, здесь небесные похороны. Они заключались в том, что... Что труп... Это вообще считается очень быстрое восхождение к небу, к духу. Что труп, он выставляется, ну, в горных районах, и специальный человек там есть. И он его разрубает на мелкие куски, вскармливает орлам. И таким образом через птицу переходит в более другое измерение. Дух. Да, мир соглашается. Да, и здесь вот она, семерка жезлов. А что она здесь обозначает, семерка жезлов? Ну, принципиально здесь по постоянству, по какому-то... Здесь она как постоянство трактуется. Будет какое-то восхождение. То есть это рыцарь отдохновения в других картах. Но здесь вот через какую-то потерю будет трансформация такая интересная. Далее у нас что идет? У нас идет здесь король мечей, да? Стрич-бритц, и по королю мечей будет восьмерка жезлов. Но восьмерка жезлов тоже неплоха. Тоже неплоха. Она обозначает какие-то изменения. Какие-то изменения. В какую сторону мы не знаем. А что здесь? Явол, Крокова, Подъявола. На богине любви и страсти. Ничего страшного здесь нет. И здесь тройка этих жезлов. Тройка жезлов. Ну, уже все, вот он. Куда пойдет? Куда пойдешь, да? Так давайте уточним. Что вообще такая, конечно, она... Здесь нет негативных карт. Негативного этого. Куркула это... Я вам даже сейчас покажу какую-то Куркулу. Не знаю, почему они решили здесь в этой колоде сделать дьяволом Куркулу. Так, что у нас будет по Куркуле? Ага. Так, подождите. Она отдаст. Здесь такое состояние нет. То есть через эту привязанность. Она приведет все-таки к Солнцу. Не такая она плохая. Не такая она плохая, на принципе, реально. Вот она, Куркула. Вот ее Мандала. Вот она тоже Куркула. Вот ее Мандала. Так. Хорошо. Это будет Солнце, да? Парипло у нас. Если это будет Солнце, Парипло. То есть это движение, это будет через Дьявола. Дьявола Солнца, да? И решающая карта. И будет умеренность вот же Асатова. То Дьявол-то здесь открывается неплохо. Неплохо он открывается, Дьявол-то. В общем, вот такая вот клиническая картина. Денег я здесь не вижу. Пентаклиевых карт. Значительно. То есть Пентакли вообще в раскладе нет. Тенарит. То есть Тенарит нет. Давайте еще какую-нибудь дополнительную карту к этим, к возлюбленным. Ох ты, Боже мой, к возлюбленным здесь будет у нас Пожезлов. То есть какой-то огонь даст. Огонь в движение. В движение. Ну, Девятка мечей. Это все-таки на уровне страхов. Ну, видите, здесь у нас все-таки будет какое-то движение. Неплохо он открылся, расклад. Но монет Денариев я не вижу в нем. Так. Собрали? Собрали. Новую колоду делаем. Прямо вот Рипл на два года. Сейчас мы проверим другую срез. Если что, будем дополнительные карты. Так. Вот это вот колода. Колода золотая. Будешь работать? Отвечать нам на XRP. О, да. Да. По справедливости. Да. Буду. Буду работать. Ожидать, вероятно, какие-то опять судебные эти все. С Риплом разбирать. Ну, давайте задаем вопросы. Два года возможности, вероятность. Но я не верю в это. Вероятность того, что XRP может скомануться тройка. Звезда. Очень кто-то в этом ждет надеяться. Но это отдаленное будущее. Девятка. О, карта Бланка. Не, у него все хорошо будет. Удача у него будет. Ничего не скоманется. Есть хотя положительный ответ. Такая вот эта звезда Медиа. Но так он не скоманется. Если выпадает эта карта Бланка, это вот как в той колоде в Золотом Тельце. Там есть вот этот вот урок из Аберия. Здесь тоже. Карта Надежды, карта Всего. Нет, нет, скоману. Хотя звезда она положительно открывается. Но здесь карта Бланка. Удача, то есть надежда, чаяния. Да, вот какой-то сюрприз. Так, следующий вопрос. То есть я не обсуждаю то, что там какие-то альты сравнивают с проектами. Следующий вопрос. Скажем, за два года. Ну, кстати, сказать там людей-то много сидит? В репле. Скажем. Исторические максимумы. 3. 3. 3,84, да? 3,84. 3,84 центра. Будет ли исторический максимум? Перепишет ли он за два года. 3,84. Исторический максимум, да? смотрю. Умеренность. Возможно. Праздник. Полесница. Да. Положить на ответ. 384. Может переписать. Может переписать исторический максимум. То есть такой может быть. Конкретно такой вопрос. Значит, давайте спросим Ripple. А, нет, нет, не Ripple. Ни в коем случае Ripple. XRP. XRP. Это вот привычка дурная. Ripple, Ripple. XRP. Пока шли ты нам. Сейчас мы проверим. Хотя бы 2 доллара. 2 доллара дошли, меж за 2 года. Ну, видите, какие подарки здесь. Ой, это горизонт. В принципе, они тройка даже помят по этим арканам положительным. Пьянствовать будут хомяки. И хомяки одержим. Да. 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 Четко. Да. Уже звезда. Да. Но это долго ждать. Это медиат на эфирном плане. Да. 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 Вот смотрите. Тройка здесь вообще вся положительная. Положительная карта. Вообще одна пентаклевая мать. Там не шла пентаклевая мать при раскладе. Но это общая тема. А здесь идет вся пентаклевая мать. На 2 он дает положительный ответ. Так что я знаю этот инструмент. У меня его сейчас, правда, нет. Ну, не то, что к сожалению. Нет и все. Вот. А так я торговала. В общем, мне знаком этот инструмент. Я знаю, о чем я говорю. Я его, как говорится, как инструмент. Ну, то есть он в руках у меня был. Не в руках, а в плане. В свое время торговал. Ну, а может даже сейчас это. Посмотрю. Точку входа. Может быть, даже припухнуть. Да. То есть 2 будет. Но это долго ждать. Давайте его спросим. Стоит ли с теперешних уровней? Можно ли искать точку входа? Теперешние уровни. Ну, этот вопрос я для себя больше всего рассматривала. Принципиально он 2 показывает. 2 года он показывает. Но долго ждать. Потому что пока там вложишь, они проинфигируют за 2 года. Существует много других инструментов. Стоит ли его подбирать сейчас? Выбор дороги. Нет, нет. Я думаю, что нет. Здесь какое-то все-таки отторжение, борьба. Нет, сейчас нет пока что. Разбитый сердце. Сейчас подберешь это. Ну, Пашу дается. Там чуть-чуть можно. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Сусу. Чуть-чуть совсем. То есть Лесенька. Ну, возможно, да. Но то, что он 2 показал, это вообще очень приятно. Я пожелаю всем держателям XRP Профета всего самого наилучшего. И вот вам я так думаю, что это, наверное, еще один Талисман Кубера. Да, это Кубера Талисман Замбала. Божество богатства. Заряжаю на 2 года на богатство. Получите свои там 2, 3, 3, 85. Все эти свои вложения, которые вы вкладывали в этот инструмент. Всех благ. Спасибо за внимание.